МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет-привет! В студии Гульфия Мутугулина. Мы, командование Верньюс, готовы радовать тебя самыми интересными и горячими новостями нашей республики. Смотри сегодня. Как студенты КФУ отметили День знаний? Для чего Дамир Фатахов встретился с казанской молодежью? К Казанскому федеральному вышел очередной приказ о зачислении. 1 сентября Казанский федеральный университет отпраздновал начало нового учебного года. С подробностями праздника знаний поделится Диана Шилова. Праздничный и волнительный день, который в разных концах страны начался одинаково, в том числе и в лицее имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ, торжественных линейк и школьных звонков. В этом году в лицее пришли новички. 152 ученика побудовали ряды 6, 7 и 8 классов. По словам Елены Скобельциной, в минувшем учебном году выпуск 11-х классов лицея Лобачевского КФУ составил 80 человек. 44 человека из выпуска остались учиться в родных стенах Казанского федерального университета. Школьников их родителей и учителей привезла ректор КФУ Ильшат Гафуров. Наш лицей по содержательной части, в числе первых лицеев Российской Федерации. Я почему говорю в числе первых, вы уже слышали, что мы пошли в топ-100 лицеев в России. В России более 44 тысячи. Новоиспеченных лицеистов, а также продолжающих обучение учащихся в первый осенний день приветствовал вице-премьер-министр информатизации связи Республики Татарстан Пеоман Шахудинов. 1 сентября стоялось также и в IT-лицея КФУ. Проректор по образовательной деятельности и директора институтов поздравляли детей и их родителей с праздником и рассказали, почему выбор лицея-интерната Казанского университета является правильным. У нас появилось еще 115 звездочек, которые будут разгораться, будут пополнять и так славное имя IT-лицея Казанского университета. День зданий стоялся также в набережной Челненском институте КФУ. Торжественная линейка прошла на площади перед Инжиринговым центром Казанского федерального университета. В ходе мероприятия первокурсников с Днем знаний поздравили почетные гости. Диана Шилова, Аделя Шмилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Ильшат Гафуров поздравил студентов-первокурсников Казанского университета. Концерт под открытым ним прошел на площадке студенческого кампуса деревни Универсиады. С 2012 года в университете есть ежегодная традиция поздравлять всех студентов первого курса с началом учебы в форме концерта и дискотеки под открытым небом на площадке деревни Универсиады. 1 сентября этого года не стало исключением. Перед новоиспеченными студентами выступили лучшие творческие коллективы КФУ и почетные гости праздника. Поздравил с Днем знаний студентов-первокурсников ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Вы должны знать, что вы лучшие. И вы лучшие, кто хотел и кто поступил в Казанский федеральный университет. В этом новом учебном году Казанский федеральный университет принимает в свою большую дружную семью 11 240 студентов первого курса всех форм обучения, включая филиалы в городах Набережной Челны и Елабуга. Диана Шилова, Леонард Олесьяров, Универ Ньюс. С казанской молодежью провел встречу министр по делам молодежи Дамир Фатахов. Что послужило поводом для встречи, вы узнаете прямо сейчас. На территории Казанского федерального университета состоялась встреча министра по делам молодежи Республики Татарстан с представителями казанского студенчества. Основной темой встречи стало трудоустройство. В своем интервью Дамир Фатахов обратил внимание на запрос сегодняшних студентов о временном трудоустройстве. Наша задача послушать, ребят, вот какой это портрет того молодого человека, который хочет в свободное время найти работу. Соответственно, после этого мы хотим встретиться с малым-средним бизнесом. Вот этот портрет хотим собрать и попробовать поженить спрос и предложение. Если рынок по каким-то причинам это пока не сделал сам. После проведенной встречи министр по делам молодежи Республики Татарстан посетил высшую школу журналистики и медиакоммуникаций, где познакомился с медиа-центром КФУ и возможностями телеканала Универ ТВ. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В КФУ вышел приказ о зачислении студентов от 29 августа. С его подробностями вас познакомит Адель Шамилова. По итогам нынешней приемной кампании КФУ идет со значительным опережением прошлогодних показателей. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. 29 августа вышел у нас очередной приказ по контрактному приему абитуриентов. Этим приказом было зачислено 789 абитуриентов. Причем 58 человек было зачислено из стран дальнего зарубежья и 731 – это из России и стран СНГ. По словам Олега Бодрова, с абитуриентами-контрактниками КФУ заключено 7605 договоров, что на 225 договоров больше, чем плановые цифры контрактного набора этого года. Оплачено из этого количества 6583 договора и эта цифра превышает на 659 количества договоров, оплаченных на аналогичную дату прошлого года. Ожидается, что следующие приказы о зачислении студентов в КФУ выйдут 10 сентября. Они будут касаться иностранных студентов и студентов-заочников, поступивших на договорной основе. По иностранным студентам и студентам-заочникам завершится дополнительный период проведения вступительных испытаний, который продлится до 7 сентября. А 10 сентября выйдет очередной приказ. Адель Шамилова, Леонард Волитяров, Универньюс. С 29 по 31 августа проходил саммит передовых научных исследований Times Higher Education. Мероприятие организовано Казанским федеральным университетом при содействии Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. С 29 по 31 августа проходил саммит передовых научных исследований Times Higher Education. Мероприятие организовано Казанским федеральным университетом при содействии Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. Кадры сегодня в России готовят немногие вузы, а вот Казанский федеральный университет готовит. И мы очень этим гордимся и считаем, что такое мероприятие, оно тоже в своем роде для нас является определенным инвестиционным продвижением для Татарстана и, конечно, для Российской Федерации. Саммит собрал 334 участника из 20 стран мира. Из них 147 иностранцев. Среди участников 81 руководитель вузов и 32 руководителя компаний. Такие мероприятия значимы не только для университета, но и для республики. Любое мероприятие, оно нацелено на то, чтобы и республика, и столица в Казани была более узнаваема. Но от любого мероприятия всегда синергетический эффект. Не только для республики, но и для самого высшего заведения, конкретно для университета, для всех университетов и институтов, которые расположены в республике. За время саммита эксперты поучаствовали в панельных дискуссиях на тему влияния высшего образования на региональное развитие, глобального влияния научных исследований, инициатив академического превосходства, будущего медицинского образования, исследований в регионе Шелкового пути и взаимодействия университетов с производственными предприятиями. Агентство Times Higher Education занимается созданием рейтингов университетов. На саммите впервые были озвучены результаты рейтинга ведущих университетов стран евразийского региона. В него вошли вузы стран бывшего Советского Союза, Ирана, Турции, Афганистана и Монголии. Казанский федеральный университет занял десятую позицию. Индикаторы данного рейтинга полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга Times Higher Education. Мы должны соизмерять все наши действия с тем, что происходит в мире, а не только смотреть то, что находится в ближайшем окружении. Совершенно очевидно, что на территории Привозского округа мы занимаем лидирующие позиции, но надо скорректировать эти позиции с мировыми позициями. В то же время мы должны решать и проблемы региона, на территории которого мы находимся, и решать проблемы собственной страны. Саммит позволит Казанскому федеральному университету открыть для себя новые пути сотрудничества. Артем Тупичком, Владимир Нелюбин, Ленардо Влитяров, Универньюз. На сегодня у меня все. Береги себя. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова